Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро еще раз, как мы уже говорили, и как обычно по понедельник, Инга Васильева, представитель бюро вакцинации у нас в прямом эфире. Инга, доброе утро. Традиционное доброе понедельничное солнечное пока еще утро. Здравствуйте. Ну, начнем, может быть, с такой приятной новости для тех, кто ждал вот эту вакцину и дождался Янсена. Корпорация Johnson & Johnson. Я так понимаю, что все-таки вот на прошлой неделе на этих вот выездных сессиях, если так можно сказать, была возможность привиться именно этой вакциной, которая, напомню, такая, эта вакцина, где одной инъекции достаточно для формирования иммунитета и через 15 дней сертификат. Да, но у нас на прошлой неделе был уже второй, а вторая доставка первая была две недели назад, она была небольшая, только 7 тысяч, но на прошлой неделе получили 19, конечно, она разошлась по Латвии как горячие пирожки. То есть уже все, да? Все 19 тысяч разошлись? Ну, это мы еще увидим в статистике, в отчетах, но начиная после обеда прошлого четверга, в принципе, вакцинация Янсеном, она была и на выездных вакцинациях, она была тоже в торговых центрах, у семейных врачей и так далее. И мы видим по активности на этих выездных вакцинациях, когда выстраивались большие очереди, мы видим тоже в больших торговых центрах четверг, в субботу тоже был очень большой интерес людей. Например, в торговом центре Альфа за один день был достигнут такой, на самом деле, рекорд для вакцинационных пунктов в торговых центрах 401 человек в день, это суперцифра, такой еще до сих пор не было. Да, и, кстати, мы тоже видим отдачу от вакцины Янсен тоже на статистике этой недели, я думаю, что наконец-то, в принципе, мы с вами уже встречаемся, по-моему, 8 или 9 понедельников подряд. В принципе, я думаю, что данные за прошедшую неделю, в принципе, покажут уже такой, как говорится, сдвиг с плато, и немножко мы уже будем двигаться вверх. Кстати, я добавлю, что завтра мы опять-таки ждем доставку еще одной партии 19 тысяч, ну, почти 20 тысяч, так что, в принципе, да, эта вакцина, она будет доступна. Вот, мне кажется ли вам, ну, ладно, понятно, что еще впереди пускай социологи будут анализировать, и эта цифра в том числе, но не говорит ли это о том, что иногда мы записываем многих людей, ну, так я относительно говорю, в антиваксеры, как бы, может быть, преждевременно, в принципе, часть людей совсем не противники вакцинации, ну, они для себя решили, что, видимо, им удобно сделать эту одну инъекцию, ну, вот люди так решили. То есть, они против вакцин, как таковых, ничего не имеют, но вот они считают, что им вот эта вот вакцина очень удобна, один раз, и пожалуйста. Да, ну, вы знаете, как говорится, и статистика, и социология, это всегда, это искусство интерпретации. Ну, конечно, меняются обстоятельства, меняется, я думаю, тоже у нас заболеваемость растет, то есть, меняются тоже внешние какие-то обстоятельства, внутренние обстоятельства. Когда люди понимают, что все-таки надо привиться, да. Ну, да, и вы знаете, тоже такой хороший показатель, мы в эти выходные, мы, скажем так, были в Айскролл, так, не могу выговорить, но... В районе Айскролл. Айскролл, снова, то есть, это такой большой, большой район, который после объединения, на самом деле, большой, там, с одного края до другого края, там, больше ста километров, то есть, там очень много таких мест, где у людей, скажем, нет возможности быстро, ну, не быстро, скажем, а так, доехать до вакцинационных пунктов, и где очень маленький обхват вакцинации. Мы ездили по этим местам, и там очень большой интерес, если посмотреть, там, скажем, на жителей определенных мест, там, может быть, после нашей выездной вакцинации процента, вакцинация именно в этом месте поднялся на 25 процентов. Так что, это новая тактика, с которой мы будем работать всю осень, объезжать те дальние краи, дальние районы, дальние такие точки населенные, чтобы людям не нужно было ехать в большое расстояние для получения вакцины. Да, вы очень правы, когда вы сказали, что действительно, есть и внешние обстоятельства, и, может быть, те люди, которые колебались, все-таки поняли, что надо, знаете, это, может быть, можно сопоставить, ну, не знаю, там, с прививкой от клещевого энцефалита, да, то есть, если там человек раньше, допустим, ну, не ходил так часто в лес и не жил там в лесной зоне или вблизи, может быть, он считал, что риск, условно говоря, вот, заполучить этого клеща, тем более энцефалитного, не столь велик. Когда он уже, там, начал уйти в лес или, там, поселился недалеко от лесного массива, садов и парков, он, наверное, решил, что надо привиться. Вполне возможно, что многие думали, что вот эти снаряды, если так можно сказать образно, падают где-то далеко, да, что касается заражения. Сейчас, когда мы видим такую драматическую статистику, вот за субботу, там, сколько, 560 было случаев, и мы видим, к сожалению, какая высокая заболеваемость, смертность и количество госпитализированных уже приближается 400, может быть, и люди даже скрепками нервы дрогнули и думали, ну, нет, теперь уже действительно опасность настолько велика, что уже ждать больше нечего. Ну, в свою очередь, я бы хотел сказать, что не согласен с твоей параллелью с клещами, не все далеко ходят в лес, леса и клещей можно избежать, а корона такое дело, что оно действительно как вот снаряды. Ну, кто-то тоже думал, что я живу там за 100 километров, вот как сказал Инга, да, так сказать, что, может быть, не коснется, теперь уже коснулось. В этой связи, я, кстати, на выходных довольно много общался с различными, ну, представителями различных, скажем так, групп населения, извините за такой излишний, может быть, официоз, ну, на самом деле, разных возрастов, разных профессий, и наиболее частый ответ, который я слышал, ну, тоже на вопрос, ну, а почему не пойти, не вакцинироваться, ну, были достаточно ожесточенные споры. Я до сих пор слышал, что недостаточность информации, вот это меня поражает, то есть мы привыкли жить, вот мы с тобой, Абик, там, Инга, в каком-то таком своем информационном пузыре нам кажется, вот мы каждую неделю встречаемся, мы постоянно даем информацию на портал и о заболеваемости, и о доступности, и о противодействиях и так далее, но вот все равно есть реакция, недостаточно. В этой связи у меня вопрос, какая активность информационная планируется на ближайшее время? Вы говорили неделю назад и две недели назад, упоминали, делаете разворот в этой информационной кампании на истории конкретных людей, заболевших, переболевших, вакцинировавшихся и так далее. Как успешно у вас проходит внедрение этих роликов, статей, опять же, в каком виде они будут преподнесены? Ну, вы знаете, в последнее время мы слышим две версии, или информации уже настолько много, что, в принципе, уже не хочется ее ни видеть, ни слышать, ни внимать. И второе, как всегда, конечно, информации нет, да, если даже она есть, но там нет ответа именно на мой вопрос. Ну, то есть это, опять-таки, то, что мы говорили, что касается, опять-таки, социологии и различной статистики, это, опять-таки, процесс такой интерпретации. Я не согласна с тем, что информации на данный момент не хватает, ее, в принципе, довольно-таки много. Конечно, мы все живем в каком-то своей среде, в каком-то своих таких информационных пузырях. Возможно, достигнуть буквально каждого информационного пузыря невозможно. Я думаю, что ни один за это не возьмется, ни с какой темой. Но да, мы, конечно, планируем и работаем все дальше и дальше. Но наша основная цель на данный момент, мы очень фокусированы, планируем коммуникацию. То есть у нас, опять-таки, приоритеты будут сеньоры, потому что это та часть населения, которой нужно достучаться до их сердец, до их различных аргументов. То есть там будут, начиная с того, что мы будем рассылать личные письма каждому сеньору о возможности получения, о ответах на самые такие важные вопросы, которые сеньора задает. Как мы знаем, у нас на подходе тоже процессы ревакцинации. Посмотрим, какие решения будут приниматься. То есть, что касается ответа на ваш вопрос, этих личных рассказов, личных практик, они появляются все больше и больше. На этой неделе, кстати, то, что мы сделаем, мы, наконец, откроем наши профили в Фейсбуке, Инстаграме и Драуге Мэлла. До сих пор мы работали только в Твиттере, так что информация будет и там доступна различная, там тоже вы сможете задавать вопросы. У нас будет обеспечена, скажем, такая обоюдная связь 24-7, то есть будем готовы и информировать, и отвечать на вопросы. Ну а что касаемо радиороликов, печатные, средства массовой информации, телевидение, в конце концов? Что касается печатных, у нас на данный момент уже 3 недели, ну, скажем, почти месяц идет сотрудничество с национальными такими издательствами, как Санта, Рейгас, Вельни, Диана, Латвия и Сави, где как раз и появляются эти материалы. Мы, опять-таки, работаем с 15 региональными газетами на русском и на латышском языке. То есть, если вы помните, весной была идея о такой вакцинационной газете, о вакцинации, которую, в принципе, убрали с корня. Я думаю, что многие понимают, что это была ошибка, этот проект должен был, ему нужно было быть тогда весной, во-первых, он снял очень многие вопросы и, возможно, какой-то поток дезинформации в головах людей. Поэтому мы работаем с региональной прессой. То есть, это та пресса, которую именно наша аудитория 60+, и вверх, которой она очень доверяет, потому что там идут рассказы местных людей, местных врачей, то есть такой локализированный поток информации. Мы сами знаем, что там, где мы живем, то есть мне куда важнее мнение, скажем, руководителя данной больницы или планового врача данной больницы, тем, скажем, мнение врача там, откуда там, из Риги. Поэтому, да, это наше сейчас, на данный момент с этим мы работаем очень активно. Да. Вот я понимаю, что, может быть, чуть-чуть мы забегаем вперед, но недалек, наверное, тот день и час, когда будет так рекомендовано для сеньоров 65+, пусть ревакцинация именно рекомендовано, это не будет каким-то обязательным условием и так далее, за это не будет аннулировать сертификат, как я понимаю. Будет ли готовый вот пункт вакцинации к ревакцинации, простите за тавтологию, или это все-таки будет как бы передано семейным врачам, вот возможность привить желающих пенсионеров? В принципе, это довольно-таки большая аудитория людей, которым будет рекомендовано этот факт ревакцинации. Да, и, конечно, это будут готовы все пункты вакцинации. То есть мы на прошлой неделе в Кабинете министров представляли, скажем, многие сценарии развития вакцинации, в том числе тоже ревакцинация, которая может касаться большого количества жителей Латвии. Мы готовы. Наш мозг капотитата, там иргатова. То есть, в принципе, как только будет понятно, что это можно делать, в принципе, в течение недели-двух мы этот процесс начнем. К слову сказать, именно сегодня Государственный совет по иммунизации объявит решение рекомендовать третью дозу людям старше 65 лет. Да, мы как раз посмотрим. Есть ли какая-то информация о, не знаю, других вакцинах, которые на подходе, и, возможно, есть какие-то варианты тоже с одной инъекцией? Или пока вот то, что мы располагаем, на это надо ориентироваться, это Pfizer, Moderna и Janssen? Так я понимаю. Да, Pfizer, Moderna и Janssen. Я знаю, что есть малое количество людей, но все-таки такие жители Латвии есть, которые еще до сих пор дают предпочтение. Из-за AstraZeneca, мы тоже даем такую возможность людям. В принципе, да, у нас есть четыре официально зарегистрированные вакцины, с которыми мы работаем. То есть, в принципе, AstraZeneca еще где-то может достать, если так можно сказать. Да, если человек хочет, если его врач, например, рекомендует, это очень разные обстоятельства, у каждого, как говорится, есть свои причины, почему, что и как, то она, да, ее можно получить. Еще есть один, наверное, момент, может быть, это не к вам, нам нужно адресовать вопрос, но, может быть, вы в курсе, вот возникла такая, ну, дискуссия, не дискуссия, среди тех, кто переболел, как мы знаем, из сертификата действует 180 дней, и вот если они в течение, если так можно сказать, по-простому 180 дней решат вакцинироваться, тогда им нужно сделать только одну инъекцию, да? Так я понимаю, если все-таки они этот срок не соблюдают, то потом им надо делать, как и всем остальным, кто не переболел, две прививки. Я так понимаю, что в ряде стран, во Франции, те, кто переболел, все равно им только достаточно одной инъекции сделать. Будет ли здесь что-то меняться? Потому что, ну, бывают ситуации разные, и получается такая, ну, в какой-то степени абсурдная ситуация. Если человек решил привиться или успел на 175-й день, то все в порядке, одной инъекции на 181-й, ему нужно проходить весь курс, если он делает, допустим, Pfizer, две инъекции. Ну, такие правила. Да. Будет ли что-то меняться в этом? Вы знаете, этот вопрос мы как раз будем рассматривать в среду на нашей вакцинации. Издарь бы, грубо говоря, сегодня не идет. Нет, нет, ну, всем понятно. Рабочая группа по вакцинации, да, да. Да, и тогда в следующий понедельник, если Бог нам даст встретиться, то мы обязательно об этой теме сможем поговорить. Я вам все тогда расскажу. Очень хорошо, спасибо большое. Да, да, да. Ну, как раз отлично. Да, если я могу закончить, но по рекомендации врачей, конечно, не нужно ждать 180 дней, и последний день бежать за вакциной. Если вы переболели, вы можете получить, вы уже можете получить, получать вакцину спустя месяц после заболевания, и как только кончится карантин после заболевания, вы можете уже получить вакцину. Нет, ну, Павел, просто я к чему говорю, что, ну, ситуации бывают жизненные разные, мы знаем, что, к сожалению, те, кто переболел тяжело, у них остаются последствия, они лечатся, реабилитируются, иногда им просто не до прививки, да, это совсем, вы, конечно, абсолютно правы, просто исходя вот из таких вот практических соображений. Спасибо большое, Инга Васильева, у нас была. Спасибо, Инга, хорошего дня, до встречи через неделю. Уважаемые слушатели, мы с Абиком прощаемся до следующего часа, а в следующем часе мы поговорим об очень такой приятной теме. Дело в том, что юбилей 50 лет со дня выхода латвийской музыки, латвийской музыки на первых аудиокассетах с музыковедом Раймондсом Межексом вспомним детство, юность чью-то. Те группы, которые звучали на кассетниках еще, не знаю, лет 10 назад, а у кого-то еще остались вот эти вот замечательные добрые воспоминания. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok